В третьей языковой гимназии немецкий язык пока не преподают. Здесь изучают английский и французский. Но вполне возможно, скоро немецкий здесь пойдет полным ходом. Deutsch on Truex. Рэпер Йонас, как и другие волонтеры, приехал в Россию пропагандировать немецкий язык по приглашению столичного культурного центра имени Гёте. Компанию ему составили аниматоры, кукловоды, блогеры и даже чемпион Европы по футбэк-фристайлу Ив Краэль. За две недели, в течение которых представители молодежной культуры Германии уже посетили Москву, Нижний Новгород и Казань, Ив выучил несколько слов по-русски. Я хочу один хачапури, пожалуйста. По мнению педагогов, каждый последующий иностранный язык после первого выучить легче. Конечно, важны и формы подачи материала. Однозначно это игровые формы, начиная с младшего школьного возраста, когда дети восприимчивы, когда они готовы, они тянутся к знаниям. Проект «Немецкий полным ходом» реализуется под патронажем Министерства образования двух стран. Цель – заинтересовать российских детей и их родителей языком Гёте и Гейме. Международным языком общения стал английский язык, но на этом фоне, на фоне, когда каждый практически может говорить на английском, ребёнок может выделиться за счёт немецкого языка. То есть в России работают около 5000 немецких компаний, это возможности для карьеры. Более 410 университетов в Германии ждут наших выпускников. А возле Самарского госуниверситета в субботу днём состоится уличный перформанс. Он обещает стать громким неформальным опен-эйром и состоится в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова